Вот уж действительно не жалко, за что боролась, на то и напоролась. А вот кто следующий? Давайте с этого начнем разговор с Ольгой Курносовой. К нам присоединяется российский оппозиционный политик. Ольга, здравствуйте. Очень рада вас видеть. Оль, приветствуем. Здравствуйте. Как вам кажется, вот эта зачистка российского шоу-бизнеса, зачем она нужна? Насколько массовой она будет? И когда уже люди, которые сейчас разгоняют вот эту охоту на ведьм, начнут пожирать свой же хвост? Ну, ведь это же такое естественное развитие любой диктатуры. Потому что никогда... Кто-то думает, что вот сейчас там, условно говоря, всех врагов уничтожат, и все на этом закончится. Но это же бред, потому что диктатура — это такое колесо сансары, да? То есть оно бесконечно. Как только заканчиваются одни, нужно найти сразу другие. И да, сегодня это будут с одной стороны та девушка, которая сняла тикток на Мамаевом кургане, из ГДУРу вернулась в Россию. А с другой стороны, да, будут эти самые вполне себе лояльные режиму медиа-личности, которых обязательно нужно выставлять в качестве таких нехороших людей. Потому что, в конце концов, богатых в России не очень любят. И поэтому вот как-то показывать, что и богатые тоже плачут — это очень такая полезная для режима вещь. Тан, скажите, пожалуйста, как вы считаете, почему зацепились конкретно за полуголую вечеринку? Почему, например, полуголая вечеринка — это аморально и нарушает всевозможные российские скрепы? А, например, отдых на пляже? Скоро весна, лето, люди выйдут на пляжи, и одежды на них будет еще меньше. Это совершенно нормально. Ну, были какие-то информационные задачи, да, нужно было отвлечить чего-то другого, да, так сказать. Все время происходят какие-то события, от которых россиян надо отвлекать. А тут такой замечательный повод показать, как жируют вот эти проклятые представители шоу-бизнеса, у которых ничего святого. А просто даже не в так называемых скрепах, да, а просто вот они там себя ведут кое-как. В то время, как, так сказать, страну призывают подтягивать ремни, в то время, как там коммунальные катастрофы везде случаются, собственно, денег становится у людей все меньше и меньше. А тут какие-то наглые люди себе на задницу, простите, изумруды вешают. Поэтому, ну вот, да, конечно. Поэтому туда попадают и даже те, кто отмалчивался на тему военной, да, или так называемой СВО, кто просто решил отсидеться, а не открыто осуждал там или призывал остановиться. То есть круг расширяется этих. Естественно, потому что уже, так сказать, все те, кто призывал остановиться, они уехали, и до них не дотянуться, хотя пытаются, да. Мы же видим, что творилось вокруг группы Би-2. Изо всех сил, можно сказать, самые тяжелые артиллерии пытались их затащить в Россию, да. Причем пытались их затащить в Россию даже тех, у кого и российских паспортов-то не осталось, да. Мы же прекрасно знаем эту историю, когда они надеялись затащить в том числе Лёгу Би-2 в Москву на пересадке в Стамбуле, да. И соответствующая договоренность и готовность российского консульства в Стамбуле тоже была. Поэтому, с одной стороны, они кого-то хотят посадить, причем посадить на реальные сроки. Хорошо, что Луговой проговорился, но проговорился когда. Когда они были уверены, что, собственно, им удастся их затащить в Москву. А с другой стороны, мы видим, что та же самая в Министерстве иностранных дел Россия изо всех сил пытается помешать разным артистам проводить гастроли в разных странах, да. Что, кстати, сегодня буквально в очередной раз они сказали, что запрещают рекламу на ресурсах иностранных агентов, чтобы иностранные агенты не могли ни копейки российских денег получить. Ну и, соответственно, конечно, они всячески мешают тем артистам, которые высказывались против войны, гастролировать по миру, чтобы у них было меньше денег. Это правда, так и есть. Ну, дотянуться до тех, кто выехал, они пытаются и законом о конфискации имущества за фейки российской армии, не в последнюю очередь. И это не единственных нововведений, чем они хотят насолить так называемым иноагентам. Володин сегодня отличился. Он предлагает лишить иноагентов всех источников доходов Российской Федерации. Травля продолжается, получается. Абсолютно, абсолютно. И, собственно, тоже понятно, так как у них же основная религия – это же не скрепы, это же не семейные ценности. Их основная религия – это золотой телец, это деньги. Поэтому мне кажется, что если от доходов отрезать, то и все, и до свидания. А то, что у людей есть ценности, они же это не понимают. Отсюда вот этот весь бред, который несет Путин у Такера Карлсона. То есть он не понимает, что есть в том числе Украина как независимое государство, есть национальные интересы, есть политическая нация. Ему это не понять. Если у него Богдан Хмельницкий в 13 веке жил, так чего уж от него ждать-то? Ну да, ну да. Много, кстати, нюансов, которые хотели бы обсудить и касательно этого интервью. Два с половиной часа бреда. Ольга, как вы считаете, а по поводу иноагентов, ведь контролировать, если и смогут российские власти, то только то, что происходит непосредственно на территории Российской Федерации. Множество людей, которые уже внесены в списки иноагентов, давно не находятся на территории России. Они выехали за рубеж. Теперь, как много иноагентов остается в России непосредственно там? Вот те люди, которые уже заклимлены статусом. Ну, они все равно остаются. Тот же самый Алексей Венедиктов, например. Он иностранный агент, но он вполне себе остается на территории Российской Федерации. Ну и, как мы видим, вот эта попытка лишения доходов, это же как раз в первую очередь направлено против тех, кто не находится на территории Российской Федерации. Но и опять-таки я бы обратила внимание все-таки в этом интервью Путина Карлсона и его фактические предложения по обмену Эвана Гершковича. О чем это нам говорит? Это говорит о том, что даже если российского киллера поймают в Европе или в Штатах, то путинский режим будет прилагать усилия к тому, чтобы его оттуда вытащить, даже если он сидит в тюрьме. Почему я бы на это обращаю внимание? Да потому что практика политических убийств за границей, которая была распространена во времена Советского Союза и КГБ, сегодня продолжается и во времена ФСБ, поэтому и про это надо тоже помнить. Ольга, я, кстати, вспоминаю, что вы одна из первых в интервью мне после ареста Гершковича вы сказали версию, что это просто пополнение обменного фонда и рекомендовали подождать, на кого его будут обменивать. Как вы считаете, в какой опасности сейчас находятся все иностранные журналисты, которые прибывают на территории Российской Федерации? Ведь этот фонд можно пополнять бесконечно. В максимальной, особенно если у них есть американское гражданство. Вот мне кажется, американское гражданство сегодня для ФСБ, для Путина, это такая, ну что ли, такой просто красная тряпка. К ним будет приковано максимальное внимание, если у них будут хоть какие-то формальные, которые они там успеют состряпать, основания для того, чтобы их задержать, они будут это делать и дальше. Красная тряпка и не стало гражданство Такера Карлсона. Такера Карлсона, да, если вас не зовут Такер Карлсон. Как вы считаете, состоялось это интервью, которое длилось больше двух часов, там было произнесено много, но по сути ничего не было произнесено, что касается реальных событий или реальной жизни, или даже реальной истории. В таком случае, для чего это все было? Были ли достигнуты цели, которые Такер Карлсон ставил перед собой, ну и Путин ставил перед собой, соглашаясь на подобное интервью, на подобный фарс? Ну, на мой взгляд, цели Путина достигнуты, конечно же. Вот два с половиной часа этого бреда расходятся уже, активно расходятся в первую очередь в Соединенных Штатах. Конечно же, это интервью нацелено и как на американский народ, так и на американскую политическую элиту. Да, вот это постоянное, что мы готовы на переговоры. Да блин, компот, как будто мы не понимаем, каким образом Путин готов на переговоры. Как будто мы не понимаем, что когда он говорит, что Польша и Латвии нечего бояться, и в Польше, и в Латвии это воспринимают как наоборот, что надо напрячься и быть особенно внимательными и осторожными. Ну, потому что просто перед вторжением в Украину говорились те же самые слова, что мы ничего не собираемся делать. Поэтому слова Путина не стоят ровно ничего. Но, тем не менее, Карлсон помог ему загрузить вот этот бред в американскую публику. Ну, а насколько он достиг своей цели, это зависит, во-первых, от того, какой гонорар он получил, наверное, какую-то цель он точно достиг. Ну, опять-таки, просмотры тоже, так сказать, цель полезная. С точки зрения профессиональной, ну, это надо скорее в него спрашивать. На мой взгляд, с точки зрения профессиональной, ну, наверное, наполовину чего-то он достиг, но не более того. А на уровне руководителей стран, политиков, которые, в общем-то, принимают решения, насколько навредил себе Путин неприкрытым, например, поддержанием нацизма, оправданием действий Гитлера и так далее. Он, в принципе, поставил между собой и Гитлером знак «равно», да? И еще одну маску сбросил, в общем-то. Ну, он же считает, опять-таки, давайте вспомним вот эту тезис про то, что у нас есть самое, так сказать, гиперзвуковое оружие. Опять он про это говорит, мы первые разработали, поэтому мы там где-то впереди, поэтому бойтесь нас всех, да? Знаете, я все время вспоминаю, в детстве у меня была любимая книжка, одна из моих любимых книжек «Три банана» или «Петр на сказочной планете». Там был такой дракон «Бойся бой». Вот если ему говоришь, что «не боюсь», он после каждого слова «не боюсь» уменьшался. Вот надо чаще говорить Путину «не боюсь», чтобы вот это его, извините, наглое оружие перестало так лосниться во время этих интервью, когда он совершенно уверен, что ни один острый вопрос ему не будет задать. Но постфактум он ни в чем, по-моему, не уверен, как и его команда. Кремль же не стал публиковать реплики Карлсона о нерелевантности заявлений Путина. Видать, не все прошло так, как хотелось? Ну, надеюсь, что именно так. И, наверное, Карлсон понял, насколько все-таки неадекватен этот человек. Мы думаем, он понимал, когда еще летел туда и просто пересчитывал нули в своем гонораре или тешился там обещаниями некоторых политиков сделать из него вице-президента. Ольга, но в этой истории еще потрясала подготовка к этому всему. Как вы оцениваете вот эту истерею российских СМИ, когда Карлсона встречали, трубили об этом в каждом утюге? Ну, это был приезд, ну, я не знаю, Папы Римского в город Таганрог, понимаете? Вот по эффекту. О чем это говорит? Да, это на секундочку представитель выбивающего Запада. О чем это говорит о деградации российской журналистики, о деградации пропагандистов? Ну, как вы считаете? Нет, нет, нет. Это говорит, что все осталось ровно таким же, каким это было в Советском Союзе. Когда, с одной стороны, нам говорили, что мы живем в самой лучшей стране, и нам никто больше не нужен. А с другой стороны, вот это идолопоклонство перед Западом, да, любой там американец приезжающий, а уж тем более такой известный журналист, это то, что приводит в трепет всех, в том числе Соловьева с Киселевым. Ну, и в этом смысле показывает, что сегодняшняя Россия никуда не ушла на тех моментов, сколько бы Путин ни дул щеки, ни говорил про многоболярный мир, и про то, что Китай гораздо важнее, чем Соединенные Штаты. Та реальность, как они себя ведут с Такером Карлсоном, показывает, что все это чушь собачья. И, собственно, Путин, и особенно его приспешники, прекрасно понимают, кто играет главную скрипку в современном мире, в Соединенные Штаты. А стоит ли искать в этом визите Такера Карлсона в Москву и встрече с Путиным значительную долю политической составляющей, имея в виду некий диалог, который, возможно, через Такера Карлсона вел Трамп и Путин? А интервью, ну так, просто предлог. Это, конечно, возможно. Другое дело, что после того, как... Все зависит от того, во-первых, как будет идти предвыборная кампания в Соединенных Штатах. Как мы знаем, сейчас Верховный суд как раз идет, и мы узнаем, сможет ли, собственно, Трамп баллотироваться. А уж потом, когда избирательная кампания закончится, не надо забывать, что одно дело, как человек ведет себя во время предвыборной кампании, и совсем другое дело, как он ведет себя, будучи президентом. Я напомню, что именно республиканские президенты просто в истории Соединенных Штатов были всегда наиболее жестко настроены, в том числе и по отношению к Советскому Союзу, и по отношению к России. Поэтому я бы так сильно не перезакладывалась на будущее, даже если вдруг выборы выиграет Трамп. Не следует путать туризм и ПМЖ. Ольга, спасибо большое. Спасибо. Ольга Курносова, политический аналитик, главный редактор портала «Автоэмпайя», присоединилась к нашему эфиру. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok «Автоэмпайя» Субтитры создавал DimaTorzok